Гонки на мыльницах. В эти выходные в Алматы пройдут заезды на самодельных автоконструкциях. Специально для этих соревнований в Караганде сконструировали четырехколесного ежа. Как он выглядит и доедет ли тележка до южной столицы, узнавала Анисия Билова. Этот металлический еж на колесах весом 80 килограмм и длиной в 2,5 метра уже в эту субботу отправится в дальний путь в южную столицу. Болид конструировался по эскизам автомобиля из блокбастера «Безумный Макс». Машинка имеет четыре колеса, руль и рычаг тормоза, но в ней по условиям конкурса отсутствует мотор и педали. Довольно просторно, можно вдвоем даже сесть. Гоночная тележка оснащена деталями из старого глушителя – сеткой, двумя трубами, проволокой и проводами. Для большей схожести с оригинальным ежом из фильма телегу обвесили камуфляжем. Так называемые иголки покрашены под ржавчину. В других странах они из чего-то не делали. Делали и холодильники на колесах, всякие тапочки, донеры, бутерброды. Изначально они называются мыльницы, гонки на мыльнице. Команда «Флитбук» в составе пяти человек трудилась от машинка около трех недель. Владислав Ким рисовал и конструировал изделия своими руками. Делится, что в самодельной конструкции соблюдены все пропорции и законы физики. Поэтому едет она без препятствий, не заваливается и разгоняется до 20 км в час. Наш еж не принесет никому вреда, так как у него даже иголки сделаны из кордона. То есть главная задача, чтобы наш пилот не пострадал во время этих гонок. Поэтому мы его застраховали, выдадим ему специальную форму и шлем. В Алматы уже в эти выходные пройдут первые соревнования гонок на мыльницах. Условия таковы, что безмоторный самодельный болид должен разогнаться на своей скорости по спуску с горки и проехать по дистанции 500 метров с барьерами. Эти соревнования пользуются большой популярностью во всем мире, а теперь будут проходить и у нас.